Я на море! У меня с собой литр воды и бассейнкерса. В общем, в лучших традициях путешествовать. Слушайте, здесь все интереснее и интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, доброе утро, друзья! Я сегодня делаю для себя большой ходвиг. Дико волнуюсь и это ничего не сказать, потому что я отправляюсь самостоятельно на общественном транспорте в ущелье Саклыкент. Отправляюсь одна, потому что никто из моей компании уже не захотел никакие экскурсии. А я, упустив каньонинг в Грузии, не могу упустить каньон в Турции. Отправляюсь я на маршрутке с пересадкой в Фитхие. Потому что любой private tour мне заценили 100-150 долларов. И это очень дорого, честно. Поэтому воспользуюсь советом интернета и бывалых путешественников поеду туда самостоятельно за копейки. Тоже я уже в маршрутке. Билет стоит 1 евро в Фитхие. У меня с собой литр воды и два сникерса. В общем, в лучших традициях путешествия. Ну что, уже через 20 минут я оказалась на вокзале Фитхие. И здесь из важного, пожалуйста, ориентируйтесь не на конечную остановку, как это делала я, а на торговый центр Раста. И прямо возле него большими буквами написано Фитхие Отугар. Отугар, я так понимаю, это на местном автовокзал. Хорошо, что я сделала скрин фотографии автовокзала, потому что интернета у меня нет. Просто ориентируемся на трехэтажное здание с большими буквами Кэрфор. И, действительно, за ним находится двухэтажный автовокзал. Поэтому еще раз ориентируйтесь на торговый центр Раста. За ним, возле него есть торговый центр, а за торговым центром находится автовокзал. Я ищу табличку Саклыкент. Ну что, работник вокзала посоветовал мне идти, раз не в Саклыкент, не на сафари, а просто автобусом идти на заправку Петрол. В общем, сейчас посмотрим, правильно ли мы друг друга поняли. На заправке такое ощущение, что тут целый, не знаю, филиал автовокзала. Короче, вот справа у нас заправка, и сразу возле нее остановка. Если что, спрашивайте языком, что называется. Будем ловить дом. Что-то единственное, что я поняла на турецком. Надеюсь, это что-то бытовое. Ущелье Саклыкент – это вторая в основноморья причина, почему я хотела приехать именно в Валю-Денис. Такие места приводят меня просто в дикий восторг. И это не попсовые туристические места. В них есть самобытность, некая космичность пейзажей даже. И особенно мощь природы. Дорога Валю-Денис с пересадкой заняла примерно час сорок. Останавливается, чтобы набрать воды себе и пассажира. Ну что, мы на месте. Так, ну а мы начинаем наш трек, если можно так сказать. Входной билет у нас стоил ровно 10 лир. Оплата, кстати, только наличными. Боже мой, как это все запомнить. Для этого я снимаю, чтобы помнить об этом. Это шок. Так, ну естественно, первая остановка пищевая. Но не у меня. Сразу за ресторанчиком начинается часть пути без мостиков. И кажется, самое время одеть мои аквашус. Они здесь тоже продаются, но дороже. Итак, я переобула. Я садила аквашузы. Говорят, без них никуда. Я, сменную одежду, сменную обувь, кошелек. Я положила все в пакет. Не будет лишним взять лишний пакет. Ну что, рискую опять своей аппаратурой. Держусь за такой канатик. Перехожу в ледяной воде. Холоднее только по декабре в фильме «Выживший» было. Мать моя женщина. Ну что, первый отрезочек. Мы преодолели. Ребята, еще очень важная информация. Я прочитала у блогеров в интернете. Дай Бог здоровья людям, которые делятся с такой полезной информацией. Что хочу сказать? Никаких сланцев. Никаких сланцев. Никакой босой ноги. Вы что? Где идет организованная группа, сразу видно, что они все подготовлены. Идут специальные обуви. Такой, которая продается для купания на галичных пляжах. Боже упаси, никаких сланцев. Это же опасно. Боже, как я люблю эти места. Как я люблю такие места. Смотрите, только посмотрите. Ну что, жары уже нет, потому что началась тень. Так боишься что-то пропустить. Очуметь. Очуметь. Как вам такое? Норвегия, горошинка. Как Норвегия, горошинка. Слушайте, здесь все интереснее и интереснее. Это космос. Я не могу спрятать телефон, потому что за каждым поворотом открывается что-то новое, невероятное. А тем временем людей все меньше. И знаете, что еще какое правило работает? Не стесняйтесь просить помощи. Только посмотрите. Так, что удалось узнать. Русскоговорящие ребята подсказали, что буквально где-то через метров сто будет маленький водопадик. К нему помогают платно, естественно, добраться типа инструкторы, рейнджеры, не знаю. Стоит это 100 лир 10 евро. На минуточку я сюда за вход заплатила 1,20 за маршрутку. И за ним еще будет второй водопадик. Там тоже можно покупаться. И там тоже предлагают свою помощь за 10 евро инструкторы. А тем временем путь перестает быть томным. И реально сейчас будем просить помощи. Миленькие, я буду снимать столько, сколько смогу. Хорошо, что мама на меня не подписана. Как вам? А я еще целиком несу. Боже, здесь каждый раз застревают какие-то аквалуны. Бля, еще. Ну что, первый стоп. Пройдем. Ну что, я внутри. Но это мало сказано. Потому что дальнейшая часть степи проходит вот. Вот таким образом. И я умонит не уложу как туда самостоятельно добраться. Я вам предложил сделать это за 30 евро. Свою мать. Это очень дорого. Но я сама не пройду. Тут это небо социклятки. Я вместе с ним не знаю как идти. Шок. Мы сделали это с рейнджером. А точнее с парой. Потому что они работают в парах. И другими туристами. Мы прошли эту дичь. Сторговалась я с 300 лир до 150 лир. Потому что у меня реально больше не было. Ой, ну здесь тоже орешка. И здесь нет людей. Вот мой супермен. И то, что вижу я. Мать честная. Мама таракавин. Мама таракавин. Тут я к этим валунам начинаю привыкать. Вот где моя дочь. Это конец. Ну что, мы дошли, я очень рада, очень рада, что сделал это с рейнджерами, мне повезло, у меня был приваттур и, если честно, надо брать, надо брать никакой самодеятельности. Вторую часть пути обратно я прошла всего лишь за 20 минут, ребята реально классные. На обратном пути мне кажется, что я уже получила лицензию на тренера по стрейчингу. Этот мужчина, Супермен, как я называю, помогал реально во всех местах. И эти 15 евро, 150 лир турецких, для меня были легкими деньгами. Я легко их отдавала, потому что он честно и заработал, принимал меня даже на колено. Местами принимал меня так, что это было очень романтично, даже слишком романтично. Более того, он советовал, где и как лучше сделать фотографию, даже делал мне видео, подсказывал, как позировать. В общем, очень молодец. Знаете, за что я еще люблю такие места? За то, что туристы, ну и там люди вообще, да, или местные, в общем, все, кто приходят, находятся в таких местах, а не с удовольствием, с улыбкой, вообще с настроением помогают друг другу, ты это делаешь точно так же с улыбкой. И это потрясающе. Вот это какая-то взаимовыручка, тимбилдинг. Потрясающе. Очень важно в таких местах безоговорочно слушать твоего рейнджера или инструктора, потому что он реально знает, как поставить и куда поставить каждую ногу. Поэтому боишься-то боишься, но слушай и делай. Твое непослушание или паника могут привести к каким-то плохим последствиям. Приближаясь к началу этой тропы, сразу ощущаешь, что тут горячее, реально такой какой-то воздух у дракона. Невозможно. Очень жарко. А внутри было хорошо и жарко, и холодно. Вода, кстати, вообще не была холодной. Не то, что ледяной. Ледяная она только здесь. И вот что мы видим, когда подвезли туристов. Ну что, я переоделась. Счастлива. Раздевалки я не нашла, поэтому сделала это тупо в туалете. Может, немножко очередь задержала, но что делать. Честно говоря, на обратном пути у меня даже наворачивались слёзы от всего пережитого за этот день. И это были потрясающие чувства. Слёзы, не знаю, радости, удовольствия, удовлетворения. Я не знаю. Когда ты закрыл какой-то свой гештальт. Когда реальность превзошла ожидания. И когда ты превозмог все свои страхи. А их у меня было, поверьте, очень много. И ты был сполна вознаграждён увиденным. Это реально те ощущения, которые лично я ищу в путешествиях. И это те эмоции, которые заполняют мою флешку надолго. Продолжение следует... Если мы с вами на одной волне, и вам нравится то же, что и нравится мне, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И уже вместе в следующий раз мы увидим шикарную экскурсию по шести островам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!